Добрый вечер. Это программа «Здравый смысл» в студии Алексея Вербицки о качестве высшего образования. Сегодня поговорим. Ткаченко Ирина Николаевна, заведующая кафедрой корпоративной экономики и управления бизнесом Хуральского госуниверситета, доктор экономических наук, профессор. Сегодня у нас в гостях. Добрый вечер, Ирина Николаевна. Спасибо, что пришла. Добрый вечер. Рады приветствовать телезрителей. Ирина Николаевна, я вот бы с чего хотел начать. Значит, кафедра, которую вы возглавляете, она что из себя вообще представляет? Как давно, на основе какого опыта были созданы магистрские программы, которые у вас присутствуют? Расскажите. Значит, кафедра наша была создана в 2006 году. В 2006 году. Тогда еще не было программ бакалавриата и магистратуры. Значит, у нас была программа специалитета. Значит, а потом мы стали обучать, как и все вузы в нашей стране, по двухуровневой системе, так называемая баллонская система, когда есть бакалавриат на первом уровне, на втором идет уровень магистратуры. Значит, и вот если говорить более подробно о программах магистратуры, как раз программу магистратуры мы создали в 2008 году и являемся одной из четырех кафедр нашего университета, с которых магистратура в нашем университете и началась. Ну, там есть направление, то есть корпоративный бизнес, да? Да. Управление проектами программами. Вот это что? Нельзя не сказать об опыте участия и меня, как руководителя программы и членов нашей кафедры в программе подготовки высших управленческих кадров для организации народного хозяйства. Управленцев готовить. Да, это так называемая президентская программа. Десять лет я была руководителем этой программы и многие преподаватели нашей кафедры прошли через это СИТО. Почему я говорю СИТО? Потому что обучались собственники бизнеса, директора предприятий, функциональные руководители, то есть очень такой требовательный состав. Соответственно, под требования бизнеса уже были выверены и курсы наши, которые мы сейчас преподаем и в бакалавриате, и в магистратуре. Это вот первый как бы источник вообще магистрских программ кафедры. Второй источник, я могу сказать, это опыт нашего международного участия в различных международных программах, значит, и в свое время в США. И вот очень много сказалось на качестве нашей магистрской программы. Это партнерство с университетом Великобритании, университет Англии Раскин. С шестого по двенадцатый год у нас был грант Британского совета, и были обмены, так сказать, преподавателей наших. Мы приезжали туда, смотрели, как у них построено это образование, британское образование, в общем-то, по качеству одно из самых лучших. И приглашали их профессоров читать у нас. Задумка, конечно, была программа двойных дипломов, но политическая, как говорится, ситуация, обострение, и, в общем, не состоялось. Но опыт этот не прошел зря. Сотрудничество с другими также странами – Италия, Польша, Канада в 2003 году. В частности, я участвовала в программе, по которой международный сертификат как раз по корпоративному управлению был получен. И третий источник – это научные наши исследования, наши гранты фундаментальных исследований и опыт бизнес-консультирования наших преподавателей. То есть, вот это сочетание, получается, науки, требований бизнеса, включения практиков бизнеса в наши магистрские программы, оно как бы здесь не пропадает, оно вот идет и сейчас продолжается. Вот есть высшее образование. Да. Есть, допустим, магистратура. Да. В чем принципиальное различие? Просто вот, чтобы было понятно. Магистратура – это и есть высшее образование, только второго уровня. Можно это считать вторым высшим. Да, потому что по баллонской системе первый уровень – это уровень бакалавриата 4 года, уровень магистратуры – это 2 года, это если очная магистратура. И даже аспирантура сейчас, программа подготовки научных кадров, она сейчас считается третьим уровнем высшего образования. А магистратура дает именно аналитические какие-то навыки, исследовательские навыки. То есть, ну, почему, скажем, идет поиск умных голов в бизнесе, да, именно поиск умных голов. Потому что требуются аналитические навыки, требуются люди с неординарным мышлением, требуются люди, кто может продуцировать идеи. А продуцирование идей – это, в общем-то, процесс такой очень серьезный, и далеко не все способны это делать. Вот в магистратуре как раз этому учим, как продуцировать идеи. Потому что привлекательный бизнес, вот посмотрите, сейчас прошла информация, например, что у нас сокращение будет в разных сферах экономики 52 тысячи человек. 52 тысячи человек – это только компании, которые заявили об этом. Есть же еще и за пределами, да. Но я думаю, что если человек постоянно в течение жизни работает над своей личной конкурентоспособностью, то такому человеку не грозит. И вот магистратура как раз подвигает к тому, чтобы человек вышел на какие-то новые позиции. Вы говорили о международном сотрудничестве, да. Удалось ли взять что-то от тех зарубежных магистрских программ, привнести вот в эти ваши программы? Безусловно. Безусловно, взяли и от зарубежных программ, и взяли именно то, как организованы эти программы, как организовано сотрудничество с бизнесом. Ну вот, например, программы Великобритании. Программа по корпоративному управлению, который тот же университет Англии и Раскин, с которым мы 6 лет сотрудничали, как они представляют. Значит, они плотно сотрудничают с ассоциацией корпоративных секретарей, например, либо и с ассоциацией корпоративных директоров, которая в Лондоне была создана еще в 1906 году. То есть, представляете, это какое? Это больше века. Больше века, да. То есть, это постоянное сотрудничество. То есть, это постоянная сверка. Что нужно? Почему это сотрудничество нужно обязательно бизнесу с наукой и с образованием? Потому что они хотят кадры, так сказать, умных людей, которые бы продвигали, которые бы вот эту инвестиционную привлекательность компаний повышали. Потому что при прочих равных условиях, какие компании выживают? Компании выживают те, которые интересны и партнерам по бизнесу, интересны и клиентам и так далее. А это до каких-то, до поры до времени можно за счет органического роста развиваться, то есть, за счет своих ресурсов. А если это капиталы емкие, наукоемкие проекты, значит, нужны инвестиции, значит, нужно чем-то привлечь. Значит, нужно сказать, что вот у нас есть уникальные технологии, в том числе управленческие технологии, да. Что у нас есть управление бизнес-процессами, там, проектами и так далее. Какие перспективы открываются перед вашими выпускниками? Перед выпускниками вашей кафедры корпоративной экономики и бизнеса? То есть, где они могут работать, да. Значит, в принципе, вот я уже сказала немножко о корпоративном бизнесе. Раз он развивается постоянно, значит, идет притягивание новых людей. Люди могут работать в разных сферах, в разных сферах. То есть, например, наши выпускники работают в банках, казалось бы, да. Но не по банковским операциям, а работают в аналитических, например, отделах банков. Вообще все банки, они же публичные акционерные общества, да. То есть, публичные акционерные общества, значит, нужно знать эти особенности, как взаимодействовать там с корпоративными клиентами и так далее, и так далее, да. То есть, пожалуйста, в реальном секторе экономики, хоть производственные предприятия, хоть предприятия строительства, в совершенно разных, в общем-то, сферах. Значит, если ставить себе амбициозные задачи, то, закончив, например, программу корпоративный бизнес, человек может попасть в пул независимых профессиональных, независимых директоров. В этом тоже большая потребность и большая проблема, потому что нужны люди не аффилированные, как говорится, с кем-то, да, а которые имеют независимые суждения, профессиональные суждения. У нас есть ассоциация независимых директоров, да. Есть у нас, соответственно, Национальный совет по корпоративному управлению. Я вот экспертом этого совета являюсь. А если посмотреть на другую программу управления проектами и программами, то у нас даже жизнь сейчас называют проектом. Либо это успешный проект, либо неуспешный проект. И уже даже на уровне детского сада и школы уже детей начинают подвигать к проектному управлению. А смотрите, чемпионат мира по футболу – проект, а универсиады – это проект, какие-то крупные культурные мероприятия – это проект. Это проект. Естественно, что бизнес имеет больше возможностей. Там идут несколько проектов. Значит, люди, кто заканчивает программу, например, управления проектами и программами, они могут возглавлять проектный офис, либо сами инициировать создание такого проектного офиса в организации, управлять уже портфелем проектов, скажем, да. Понимаете? А если это проекты с государством, значит, это проекты государственно-частного партнерства. Это вообще длительные проекты. И здесь тоже нужно смотреть, как мы операционную деятельность и корпоративное управление, и проектную деятельность будем как-то сочетать, объединять и так далее, и как-то умно управлять всем этим делом. Понимаете? Поэтому вот, в принципе, если люди ставят перед собой задачу не останавливаться на достигнутом, расти и в личностном плане, расти и в профессиональном плане, какой-то карьерный рост, поэтому они должны выбирать какие-то сферы, где такой рост возможен, где это востребовано. Ирина Комс, спасибо вам за беседу. Пожалуйста. Спасибо телезрителям. Всего доброго и до встречи.